Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моём канале. И в этом видео я хотела бы поговорить о прямом смысле больной теме, а точнее заболевании, которое случается практически у каждого третьего живущего на планете. У этой болезни, как и у любого злодея, есть несколько псевдонимов. Просто народье. Эту болезнь называют вальгусная деформация стопы, искривление большого пальца, а также бурсит. Так как это касается стоп, эта болезнь приносит просто массу дискомфорта. Фактически каждый из нас сталкивался с этой проблемой или видел её у родственников. Это болезнь, которая не имеет общей закономерности. Она не так быстро поддаётся терапии, а иногда вовсе не лечится. В этом видео я расскажу, почему искривляется большой палец стопы и растет косточка, а также как с этим бороться. В общем-то проявление бурсита или вальгусной деформации стопы очень легко заметить. Симптоматика в основном одна. На стопе возле большого пальца появляется маленькая гулька, которая со временем очень быстро увеличится в размерах, превращается в довольно объёмный нарост. Пальцы стопы как будто заваливаются в сторону, при этом искривляется не только сам изгиб стопы, но и нарушаются анатомические своды. Обычно, когда растёт косточка на стопе, очень трудно долго находиться на ногах, особенно выбирать обувь. Потому что в большинстве случаев эта косточка не только выглядит неэстетично, но и причиняет массу дискомфорта в виде боли. Она начинает краснеть, воспаляться. Если вы заметили активно растущую косточку, у вас возле большого пальца стопы, первым делом определите её цвет. Это поможет в дальнейшем узнать, в чём проблема. Диагностику лучше проводить утром, как только вы проснулись. Посмотрите на косточку. Если она цвета кожи и не имеет никакого определённого окраса или оттенка, это может свидетельствовать о том, что у вас один из типов плоскостопия. В дальнейшем я расскажу, как это исправить и что нужно использовать. Если же у вас косточка красного цвета, это свидетельствует о воспалительных процессах. Вот такую вот воспалённую красную косточку ещё называют бурсита. Бурсит – это воспалительное заболевание, которое характеризуется скоплением жидкости. А предшествует такому воспалению в основном какие-то ушибы, ссадины, раны и так далее. Даже если у вас давно была травма в области стоп, воспалительные процессы могут начаться не сразу. Ещё одной причиной бурсита является инфекционное заболевание. Если вы заметили, что ваша косточка уже красная с самого утра, и это не следствие того, что вам до этого натерла обувь, вам нужно обязательно обратиться к врачу. В основном бурсит лечится медикаментозно, то есть с помощью таблеток, противовоспалительных мазей и так далее. Вернёмся к косточке, которая не краснеет, то есть имеет цвет кожи. Основными причинами вот такого вот искривления большого пальца является несколько факторов. Например, предрасположенность. Если вы когда-то замечали у вашей бабушки, дедушки, мамы или даже далёких родственников, например, тёти и дяди, вот такое же искривление или нарастание косточки, значит вам на генетическом уровне придалось это заболевание. С этим, конечно же, придётся мириться и как-то бороться, а метод их мы немножко поворим попозже. Следующей причиной вальгусной деформации является использование неправильной обуви. В основном проблема вальгуса волнует тех девушек, которые любят ходить на высоких каблуках. Вообще, использование каблуков даже рекомендуется ортопедами, но дело в том, что каблук должен быть обязательно квадратным и не больше 4 см. Всё, что выше, уже вредит стопе, а тем более использование тонких каблуков по типу шпиля, потому что вся нагрузка во время ходьбы приходится на плюсну стопы. А это изменяет центр тяжести, при этом нагрузка перекладывается на колени, таз и позвоночник. Если вы всё-таки уже поддались влиянию моды на высокий каблук, выход есть. Нужно использовать специальные вставки, которые будут облегчать ходьбу, при этом не давать скользить в колодке стопе во время хождения. О вставках и бандажах я расскажу немножечко попозже. Ещё одной причиной вальгусной деформации стопы, одной из самых распространённых, является обычная плоскостопие. На самом деле, не все знают, что плоскостопие существует двух видов. Продольное и поперечное, соответственно, в зависимости от направления. Продольное плоскостопие – это плоскостопие классического типа, который, в общем-то, мы все знаем. Его легко узнать по отсутствии изгиба стопы, а также абсолютно плоской поверхности стопы. Кстати, именно с этим видом плоскостопия они берут в армию. Следующий вид плоскостопия – это поперечный. Это тот вид плоскостопия, который непосредственно касается скребления стопы в виде вальгусной деформации, конечно. Стопа человека состоит из 26 маленьких косточек. Так анатомически обустроено, что стопа поддерживается двумя сводами, соответственно, поперечным и продольным. Первый свод, поперечный, находится у нас под плюсной. И вторая – там, где у нас супинатор ложится. Если посмотреть на стопу, она похожа на такой, как купол. То есть, когда человек двигается по ровной поверхности, стопу поддерживают как будто две пружинки. То есть, когда человек опирается на стопу, она проседает. Когда убирает ногу, она опять принимает свою первоначальную форму. За счет этого снимается ударная нагрузка. То есть, в идеале, когда мы ходим, у нас работает вот эта вот пружинка. Но когда плоскостопие, все мышцы стопы, они слишком расслаблены, они не держат вот этот вот купол. Стопа становится абсолютно ровной. И когда вы ходите такой стопой по ровной поверхности, вы не пружините, вы просто бьетесь. За счет этого нагрузка переходит на плюсну, а особенно на пятку. Основной отличительной чертой поперечного плоскостопия является наличие на топтыши или мозолей. В основном это в области плюсны, там у нас проблемная зона. Очень легко распознать плоскостопие, если использовать такой детский метод. Когда вы наносите на стопу краску и становитесь ею, делая отпечаток на бумаге. Там уже будет видно все изгибы стопы, есть ли плоскостопоперечная, есть ли продольная. Идеальная стопа должна иметь изгиб под большим пальцем. Именно этот изгиб будет показывать наличие или отсутствие поперечного плоскостопия. Так как своды стопы у нас не работают в поперечном плоскостопии, соответственно, пальцы будут смещаться, заваливаться. Они будут деформироваться, искривляться и так далее. Когда проседает вот этот вот куполообразный свод, соответственно, пальцы начинают заваливаться на одну сторону. В основном на правой ноге это в правую сторону, на левой ноге это в левую сторону. При запущенной вальгусной деформации большой палец прям находит или перекрещивается со средним пальцем. Ну что, давайте перейдем к методам борьбы с растущей косточкой или вальгусной деформацией. В основном вальгусная деформация является следствием плоскостопия поперечного типа. Поэтому методы будут касаться именно этой причины. Я вынуждена вас предупредить, что любой тип плоскостопия не лечится. Есть только специальные атопические стельки и вставки, которые препятствуют его дальнейшему развитию. Вообще с деформацией большого пальца бороться обязательно нужно комплексным способом. Если вы выберете один только метод, ничего не поможет или будете ждать результата очень долго. В основном лечение или исправление большой косточки в зависимости от стадии запущенности занимает от месяца до 4 месяцев. Если делать все в комплексе и сразу же заняться исправлением этой проблемы, вы можете достичь очень быстрых и хороших результатов. Итак, из чего у нас состоит комплекс борьбы с вальгусной деформацией? Первое это использование ортопедических стелек. Даже если у вас вальгусная деформация не касается плоскостопия, стельки обязательно должны быть. Они не только вам помогут снять нагрузку со стопы, но и правильно выставить своды стопы. То есть сделать правильную форму стопы. Если это касается вальгусной деформации, на ортопедических стельках должен быть не только супинатор, но и так называемый метродизальный валик. Или в простонародье подушечка под поперечный свод. Это маленькая гулечка в виде перевернутой капельки, которая в основном расположена у нас под большим пальцем. Именно она поднимает поперечный свод, при этом пальцы раздвигаются и занимает правильное положение. Также есть множество ортопедических изделий из медицинского силикона. Это так называемые межпальцевые вставки, которые помогают скорректировать и раздвинуть пальцы. Они есть разные по форме, например с таким протектором, шторкой, который защищает косточку от трения об олувь. И есть обычные раздвижки или межпальцевые вставки. Также есть специальные бандажи, которые рассчитаны на выравнивание большого пальца стопы. Они в основном габаритные и не могут использоваться с большинством обуви. Поэтому такие бандажи лучше использовать ночью. То есть днём вы ходите в стельках и с телефонными вставками для большей эффективности. А вечером на ночь вы надеваете вальгусный бандаж, который помогает вам анатомически правильно корректировать большой палец стопы. Обязательно следите за высотой каблука до 4 см. Правильная подобранная обувь профилактирует дальнейшие проблемы со стопой. Также есть медикаментозное лечение и лечение с путём оперативного вмешательства. Если уже процесс вальгусной деформации сильно запущен, то есть стопа полностью искривилась, большой палец налез на средний, а также все последующие пальцы каким-то образом налезы друг на друга или искривлены одними бандажами, а также вальгусными вставками особо не поможешь. Там уже нужно оперативное вмешательство и работа хирурга. Обязательно за консультацией обращайтесь к доктору. Конечно, вальгус это такая проблема, которую нужно вовремя подхватить. Если вы вовремя её заметите, дальнейших проблем не будет. Также она требует очень длительного и такого очень ответственного лечения, потому что если же вы решите использовать только один метод, например, вставки, походите в них месяц, никакого толка от этого не будет, вы просто потратите время. Причин вальгуса очень много, но уже есть довольно выработанные способы, которые действительно работают, но нужно регулярно и ответственно отнестись к своему лечению. Надеюсь, всё. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте внизу в комментариях, я постараюсь на всех их ответить. Спасибо вам большое за внимание. Если вам было интересно или полезно это видео, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше видео. А я вас всех целую. И пока! Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я хотела бы поговорить с вами об очень неудобной и странной теме. Неприятный запах ног. Воняют ноги. Что делать, когда воняют ноги? Это очень странная проблема, о которой как бы и стыдно говорить, но и нужно решать. И как можно быстрее.